приветствую друзья сегодня у нас воскресенье и я вам расскажу про то что же я связала для пятого этапа вязального марафона нит ту нит наше задание было носочки для принцессы в носочках должны преобладать светлые цвета и обязательно должен присутствовать ажур сразу вам скажу что по моему меня будет только одно видео процесса потому что честно позитива настроя какого-то такого боевого духа у меня уже не было когда я вязала эти носки это все было так спокойно размере надо носочки для меня будут я не думаю что они будут супер крутые лучше всех и даже может быть даже 21 балл и нынче наберу но это все уже как бы другое ерунда и так небольшая дальше нарезочка того что вообще есть и дальше вернемся еще поговорим про носки записала уже сейчас только что для вас по итогам четвертого этапа видео и но сразу наверное покажу вот то что у меня есть носочки из желтой пряжи это вита элегант вяжу подарочный милана гросса деревянные спицы которые купила подарочек себе вот такой получается ажур он такой как я решил что больше на бантике хотим узор называется бабочки лицевая нас тут гладь вот тут отбила такой изнаночка отделила до несколько рядов это будет перед это будет взят и вот здесь будет бант пока не знаю наверно какой то такой более менее объемный надо делать на ширину ноги чтобы красиво вот вижу сейчас дошла до пятки буду думать как сделать пятку бомерангом или обычную ну и собственно я думаю что за выходные все это свяжу один носок а по второму я все-таки планирую наверное я сниму мастер-класс давайте покажу из чего вязала я опять же взяла из того что у меня есть она сочная пряжа у меня запасах есть но она вся секционного окрашения и а в секционке ажуры какие-то они не так очень видны поэтому я решила не брать пряжу эту кроме того она не очень-то светлая я взяла вот такую пряжу это вита элегант она как раз подходит по метражу сочной пряжи это у нас обычно 100 грамм 420 метров здесь 100 грамм 400 метров это 70 шерсти 30 акрил пряжа тоненькая не очень пушистая в общем то можно сказать что она очень походит своими тактильными ощущениями по виду на носочную пряжу но конечно же она не так себя ведет после стирки да и уже в носке не знаю даже как я на руку сейчас одену покажу вам что получилось у нас вот здесь ажур которые то ли бабочки то ли сердечки то ли бантики то есть у меня получается только вот передняя часть два рапорта узора сзади у меня пяточка и подошва они гладенькие сверху резиночка пряжа это в общем то резинку вроде как держит но не особо так активно потом у нас полосочка изнаночных рядов и вот как раз к этой полосочки изнаночных рядов у нас пришпандуривается бантик так из технических моментов что еще то есть вот такая мне пара носочков не бантики очень нравится на пяточки носочки придумала я сама то есть это никакое не описание все очень просто резинка лицевая гладь узор узор вяжется легко и очень хорошо он как раз очень хорошо приспособлен для вязания по кругу потому что думаю если бы там вязать изнаночными в изнаночных рядах делать убавки ну тоже в общем то легко но проще гораздо когда это все на лицевом ряду вот так что здесь все нас убавки в каждом ряду потом это снятые петельки все подхватываем и легко провязываем что у нас с бантиком это лицевая гладь тоже просто полосочка из 20 петель или 40 полность 20 которую я провязала а затем связала вот здесь перемычку тоже новую вернула перемычку на изнаночную гладь бантик остался на лицевой все это сшила за счет того что у нас гладь кончики вот эти подворачиваются и такой получился бантик с подвернутыми кончиками я думала сделать может быть двойной как бы банда чтобы он был такой более плотный подумал он будет тяжелее и больше будет тянуть вот здесь и не из пятки тут все так очень тоненько ажурно поэтому я решила сделать упрощенный вариант с пяточкой пяточка у нас бумеранг вообще полюбила пяточку второй раз надо сказать я вязала и нашла более универсальный способ провязывания и поэтому здесь у меня никаких дырок не видно местах где у нас укороченные ряды вообще получилось очень замечательно ушло у меня 60 грамм пряжи носочки коротенькие невысокие поэтому всего 60 грамм спицы мне были номер три зала спица милана гросса я вам как-то показывала их покупках вот я их опробовала хорошие спицы нормально вяжется пряжа по ним скользит не очень скажем быстро да то есть такое маленькая есть эффект того что она придерживает другой стороны при вязании носков это очень классно что я вязала 5 спицах что у меня никуда ничего не выпадало спицы не вываливались они очень хорошо держались за пряжу что по итогу носочки мне нравятся они домашние буду носить дома в обувь такой не оденешь они очень теплые я пока дома в них фотографировалась у меня спотели ноги то есть все таки добавка вот акрила она видимо сделала свое дело ножкам жарковато да если вот даже сейчас летом я могу дома ходить в шерстяных носках потому что бывает достаточно прохладно у меня в шерстяных носках из носочной пряжи такого эффекта нет а вот в этих прям жарко у него будут на самой холода когда отопление отключат еще раз повторюсь оптимизма у меня как-то в этом этапе нет и в общем как что будет то будет я еще думала кстати что следующий этап у нас будет последний оказывается нет я ошиблась и то я уже появились планы чтобы тоже связать другое а сидишь и ждешь задание потому что сейчас начнешь вязать она будет такой же или этом пряжу пустишь в одно дело она понадобится для другого и я кстати сегодня по моему прочитала что следующее задание вроде как будет небольшое то есть она будет сказать что-то маленькое над этим это будет очень сильно подумать что уж там такое вы думали я честно говоря не знаю ну и соответственно будет еще финальное задание то есть получается это все растянется до середины июля не знаю посмотрим выбывать не хочется уже на но на последних этапах да на конце пути но в общем что-то как-то да и я вчера уже просто сидела уже носки потому что эти связаны я их связала быстро на первый носок у меня ушло дня два и второй носок я вязала дня три или четыре потому что я снимала мастер-класс так что ближайшее время появится мастер-класс по носочкам я надеюсь что он получится у нас хорошего качества потому что все таки снимать на зеркалку мастер-класс тяжко в плане чего в плане того что надо вязать перед камерой руки могут ходить туда-сюда соответственно меняется фокусное расстояние я просто вылетаю из фокуса и плохо видно а мне хочется чтобы было все видно очень классно прям все четко четко везде везде а такого не получается поэтому буду стараться надеюсь что по приличным все таки получится и этот мастер-класс вскоре выйдет ну и да про что начала же говорить то что носочки уже были давно довязаны и я сижу вроде как без дела чего-нибудь бы повязать и чего повязать не знаю и я вчера начала себе летний топ да я уже которое лето себе обещаю связать какой-то топик потому что ну как так у меня нет топика вязаного ни одного они майки никакой ничего но есть безрукавочка одна которая местами сони узором и все я решила связать себе топ достала кучу разных ниток коко ниток коко там по-моему что шесть у меня что ли цветов и решила прям по полосочке так разных цветов коричком навязать вот так что может быть тоже если что-то получится я планирую простую топ чуть ли не просто квадрат и сшитый по бокам вот может быть тоже что-нибудь про него сниму как вы видите я болтаю кучу кучу-кучу другого и мало относящегося к вязальному марафону в общем да ждем на результатов посмотрим какое будет следующее задание я буду вязать топ поскоро как на канале появится мастер класс про носки и кстати да вот я еще сниму одно видео для вас по поводу того где может появиться этот мастер класс да есть у меня определенные мысли но и я все вам показала что хотела обязательно будет еще дальше у нас фотографии и кусочки видео как вообще на ногах смотрятся носочки спасибо вам за просмотр спасибо что остаетесь на моем канале и до новых встреч пока пока субтитры сделал DimaTorzok а